Здравствуйте, уважаемые телезрители! Сегодня у нас с вами передача «Магия и реальность». И у нас в гостях известный запорожский колдун, лауреат, серебряный лауреат битвы экстрасенсов Роман Фат. Здравствуйте, Роман! Добрый день! Скажите, пожалуйста, сегодня, как никогда, актуальна тема магии, эзотерики. Это вызывает очень большой интерес, и интерес не только прикладной, но и повседневной, в обычной повседневной жизни. У нас сейчас люди пытаются как-то наладить свое существование и обращаются при этом к магам, к колдунам. Кто-то обращается к православной церкви, кто-то к мусульманской религии, кто-то предпочитает фэншуй и обустраивает свой дом как-то с параметрами, да, японских, китайских философов и так далее. Я хочу вас спросить, что такое магия, что такое колдовство? Это эффект плацебо или магия действительно существует, и она постоянно рядом с нами? Ну, вы знаете, эзотерика и магия, они существовали испокон веков, и люди всегда к ним обращались. В принципе, последние, наверное, века-два человечество пытается вогнать все науки в какие-то четкие обозначенные рамки. Но в жизни большинства людей происходят такие случаи, когда современные точные науки, допустим, даже такие, как медицина, в принципе, не могут дать ответ на те или иные вопросы. На мой взгляд, ни одно учение, если оно не действует и неэффективно, не может существовать столько же времени, сколько существует человечество. Роман, скажите, пожалуйста, действительно можно при помощи магии наладить свою жизнь в самых разных областях или испортить? Ну, то есть, есть любовная магия, есть магия, которая помогает человеку подняться выше, да, стать кем-то более серьезным, есть порча, проклятие, сглаз, это все реально существует на сегодняшний день в 21 веке. Да, это действительно все существует, причем абсолютно неважно, верит человек в это или не верит. Допустим, я не верю в электричество, потому что я его не вижу и не ощущаю, но нажимая на выключатель, я вижу результат, то есть, лампочка загорается. Так же и здесь. Причем, верить или нет, это личное дело каждого человека. Опять же, начнем с того, что работа по тем или иным человеческим проблемам, я никогда не говорю, что вот, одномоментно, там, в течение пяти минут, как сейчас очень любят это утверждать, там, и доказывать, решу ваши проблемы, то есть, такого не бывает. Даже, проводя, допустим, параллель со здоровьем, ни одно хроническое заболевание, оно в течение, там, пяти минут или часа, оно не лечится. Так же и здесь, то есть, на решение любой проблемы требуется то или иное количество времени. То есть, когда колдун, которому вы пришли на прием, говорит, что он не может вас вылечить за один сеанс, это отнюдь не означает то, что он тянет из вас деньги, а то, что реально для того, чтобы решить какую-то проблему, ему требуется с вами поработать несколько сеансов. Я скажу по-другому. Когда колдун говорит, что, пройдя, там, пять-десять сеансов, он вернется к вам, там, ну, допустим, в течение недели, в принципе, такие случаи в практике очень редки. То есть, в среднем, все равно требуется не меньше месяца, двух-трех, чтобы решить ту или иную человеческую проблему. Одномоментно в нашей жизни не бывает ничего. Роман, скажите, пожалуйста, вы достаточно часто в разных передачах говорите о том, что вы запорожский колдун, и ваш род идет достаточно со стародавних времен. Что включает в себя понятие запорожский колдун? Ну, Запорожье – это, в первую очередь, родина моего отца. Так получилось, что, я вам скажу честно, что на Украине, а именно в Запорожье, я ни разу не был. То есть, волей судьбы я родился в России, и всю свою сознательную жизнь живу в этой прекрасной стране. А наш род действительно идет с Украины, то есть, с Запорожья. Исчисление летописное начинается с 1564 года, и все наши знания, умения, этот дар, которым мы обладали и обладаем, передается по наследству. Роман, скажите, пожалуйста, я думаю, что многим телезрителям будет интересно, как вы относитесь к православной религии? Вы знаете, я не отрицаю роли нашего Создателя. И, на мой взгляд, абсолютно неважно, как его называют. Иисус, Аллах, Будда, как-то еще. То есть, он в любом случае один. И свобода вероисповедания, она, да, на каждому человеку. Против православия, против церкви, против христианских канонов я не имею ничего против. Но работаете вы, тем не менее, с языческими... Да, я работаю с языческой магией, но, в принципе, это даже не работа, это, наверное, даже больше сравнимо с образом жизни. То есть, для меня это не является работой, это моя жизнь. Скажите, а что у вас за посох такой, необычный? Это рабочий посох, то есть, он применяется во всевозможных обрядах. И так получилось, что на данный момент этот посох стал являться моим. Исходя из последних событий в моей жизни. Что касается язычества, люди так очень скептически к нему относятся. Но, в принципе, основной постулат язычества — это жить в гармонии со Вселенной, с окружающим миром. И язычество, оно проповедует поклонение богам определенных стихий. То есть, стихия воды, огня, земли, воздуха и так далее. На данный момент, вообще в современном мире, очень мало людей, в принципе, живут в гармонии с природой. То есть, все люди живут либо позавчерашним днем, либо послезавтрашним. Здесь и сейчас находится очень-очень мало. Роман, давайте поговорим, собственно, о теме нашей сегодняшней передачи — порча и порча на поклад. Что такое порча? Ну, выражаясь профессиональным языком, порча — это энергоинформационное воздействие на человека, причем направленное воздействие с целью причинить вред его жизни. То есть, его жизни, его здоровью, его удачи в бизнесе и по многому другому. А как наносится порча? Что это из себя представляет? Какие признаки у человека, когда на нем порча? Как это происходит? Давайте, наверное, сначала поймем, чем руководствуются люди, когда делают подобные негативные действия. Я долго размышлял на эту тему и понял лишь одно. То есть, самая главная причина, по которой люди занимаются подобными вещами, — это элементарная человеческая зависть. И люди сами по себе очень часто живут по принципу «нам ничего не надо, лишь бы у других ничего не было». То есть, очень мало доброжелателей в прямом смысле этого слова. Я помню такой анекдот, Роман, что негативный. Когда Бог спросил у человека, что ты хочешь, вот хочешь дом, я тебе дам, но у твоего соседа будет два. Да, хочешь машину, я тебе дам, но у твоего соседа будет две. Там человек подумал-подумал, сказал, боже, отними у меня один глаз. Да, вот именно по этому принципу люди и живут. А что касается способов наведения, их масса, то есть, это есть методы наведения порчи на поклад, то есть, поклад от слова «положить», когда те или иные действия делаются на какой-то определенный предмет. Это либо монетка, либо иголка, либо спутанные нитки, что-то еще. То есть, вещь, физическая вещь, на которую накладывается негативная информация. Существует также, допустим, порча с использованием мертвой воды. Что такое мертва вода? Это вода, которую в морге умывают покойников. И за бутылку водки у недобросовестных работников морга ее можно без проблем добыть. Эта информация, она не видна, она не имеет запаха, ни вкуса, ничего другого. Но сравнить ее можно, в принципе, с радиацией. И я не думаю, что человек, положивший во внутренний карман пиджака радиоактивный гвоздь, будет жить долго и счастливо. Причем, мы прекрасно знаем, что сам по себе гвоздь, в принципе, не работает. Работает как раз та информация, в данном случае радиация, которая попадает на человека. Так же и здесь. То есть, подложив, допустим, под порог дома, либо монетку, либо делаются на копыта животных, допустим, информация, которая накладывается при физическом контакте с этим человеком, она переходит на человека. И тогда человек начинает хуже себя чувствовать, человек начинает, ему перестают вести в делах, у него все валится из рук, у него происходят какие-то другие неприятные события в жизни, или он заболевает какими-то болезнями, которые врачи не могут идентифицировать. Да, это действительно так, причем болезни, они приобретают такой плавающий характер. И когда медики начинают лечить тот или иной орган, болезнь, соответственно, переходит на другой, и так можно лечить человека до бесконечности. Понятно. Роман, скажите, а обычный человек, он сам может снять порчу с себя? Может, ну, то, что определить, вот, допустим, перестало вести, все валится из рук, или происходят какие-то неприятные вещи, можно заподозрить, что у тебя порча. А можно ли ее снять? И каким образом это обычно и делается? Можно снять или нет? Или надо к специалистам обращаться? Самому человеку понять очень-очень сложно, все зависит от того, сколько времени на него уже идет воздействие. Я скажу по-другому, можно предотвратить наведение подобного негатива, но если порча, вот это энергоинформационное воздействие уже прошло, в ауру человека, в подобных случаях самостоятельно, вы знаете, очень редко у человека, получается, избавиться от подобного негатива. То есть, все-таки его нужно именно снимать. А предохранить, это есть какие-то определенные талисманы, или заговоры, или какие-то другие способы, там, я не знаю, кто-то носит православный крест, или еще что-то, который предохраняет от порчи? Ну, для людей крещеных крестик сам по себе, он, в принципе, является основной защитой. То есть, в принципе, можно назвать его, допустим, тем же амулетом, да? То есть, высшая степень защиты. Существует также масса амулетов, масса заклинаний на то, чтобы тот негатив, который делается на человека, он не имел силы. Насколько я знаю, Роман, вы в своих методиках тоже используете определенные амулеты, определенные печати, при помощи которых достигаете защиты, той или иной, которая необходима. Вот нам сейчас на экране показали амулеты, которые вы используете. Давайте немножко поговорим о них. Каким образом они защищают? Каким образом вы их используете? Это делается на бумаге? Это человек носит на себе? Или каким образом это происходит? В большинстве случаев я работаю с печатями вуду. Это пять основных печатей. Это денежная печать, это печать для трансформации будущего, это печать, влияющая на человеческое здоровье, потому что человеческое здоровье, на мой взгляд, не маловажный фактор человеческого счастья. Без здоровья тоже человек счастлив быть не может. И, на мой взгляд, счастье вообще человек состоит из трех основных частей. Это здоровье, личное благополучие, я имею в виду именно личную жизнь, и материальный достаток. Также есть печати на то, чтобы человек был счастлив именно как раз в личной жизни. Есть печати на то, чтобы человек добивался поставленных задач. Причем добивался, наверное, это не совсем то выражение. Люди очень часто любят чего-то добиваться, но редко этого добиваются. Почему? Чтобы те или иные ситуации именно приходили достаточно беспроблемно к человеку. А почему люди редко добиваются того, чего они хотят? Ну, во-первых, я же говорил, это элементарное чувство завистия. То есть, когда, в принципе, получается так, что даже родственники в большинстве случаев не всегда радуются за своих близких. И когда один человек из многодетной семьи выбивается, как говорится, в люди, все остальные начинают его воспринимать как кошелек. И он не просто должен им давать деньги, а он уже обязан в прямом смысле этого слова. Причем спасибо в подобных случаях. То есть, получается, что больше везет тем людям, которые стараются радоваться жизни, которые стараются быть благодарны судьбе за то, что она им дает. Они выходят на улицу, радуются солнцу. Они независливы по натуре. И получается, что добро притягивает к себе добро, а счастье притягивает к себе счастье. Или не всегда? Безусловно. Дело в том, что можно посмотреть по сторонам. Люди очень и очень редко говорят спасибо. Говорят спасибо именно туда. Потому что любая ситуация, в принципе, она дается прежде всего свыше. И человек, получив, допустим, ту же машину, которую он очень долго хотел, он сразу перед собой уставляет следующую цель. По принципу того, что так, ладно, машина у меня есть, теперь мне нужна там квартира. А элементарное спасибо высшим силам, оно не произносится. То есть, человек считает, что в принципе всего он добился сам. Роман, скажите, а человек может, допустим, сам на себя волей-неволей каким-то образом навести порчу? Допустим, ну, вот я не знаю, у меня есть знакомая, которая ездила, у нее отец похоронен далеко, она живет здесь, в Москве, а отец похоронен в другом городе. И она на память взяла с его могилы себе землю, привезла там горсть земли. Это, ну, это ее родной отец, это может как-то негативно сказаться на ее судьбе или в данной ситуации нет? Вы знаете, все дело в том, что взяв землю с могилы отца, она взяла не только энергетику отца, она еще взяла энергетику тех людей, которые захоронены рядом с ее отцом. Земля с кладбища достаточно опасная вещь, в принципе, то есть эта земля, она несет негативную информацию, то есть информацию смерти. И, на мой взгляд, от подобных вещей чего-то хорошего ждать практически не приходится. Хорошо, Роман, скажите, пожалуйста, какие советы вы могли бы дать нашим телезрителям для того, чтобы избежать порчи или для того, чтобы вот от нее избавиться, если уже, как говорится, что есть, то есть, и с этим надо как-то бороться, да, любую болезнь надо лечить. Что можно сделать? Все это сметается, перекладывается, допустим, на совок, а либо на какой-то листочек бумаги и относится на перекресток дорог. Причем перекресток дорог, он должен быть не Т-образный, да, то есть, а именно Х-образный, так же, как выглядит знак плюса. И оставляется там со словами, возвращаясь туда, откуда пришла. Также есть определенные заклинания для того, чтобы этот негатив не начал работать. Это такое заклинание, как, допустим, ведо-ответ, неписанное ведическое заклинание, которое работает в 95% случаев. И множество всяческих практик для того, чтобы не допустить в свою жизнь вот этот негатив. То есть, когда человек видит какую-то негативную ситуацию и применяет ее на себя волей-неволей, мысленно, он должен сказать ведо-ответ, чтобы эта негативная ситуация не перешла на него. Да, именно так, правильно? Хорошо. А какие еще есть методы? Что человек может еще сделать? Достаточно часто, это особенно касается личных отношений, когда невестка, допустим, не нравится свекрови, делается на те или иные подарки. Часто делают на постельное белье, которое дарят новобрачным. Часто дарятся всевозможные фигурки, статуэтки, содержащие определенную информацию, чтобы эти люди разошлись. Есть методы, которые не допускают подобный негатив в жизнь. Допустим, это так называемая осиновая чурочка, да, то есть она не очень большая должна быть, потому что если положить осиновое бревно, просто не останется сил. Небольшое осиновое бревнышко, которое кладется, допустим, под кровать новобрачным. Существуют методы, такие как подкова над входной дверью, причем подкова должна быть обязательно воротами вниз, то есть не вверх, а именно вниз. Хорошо, Роман, а вот вы сказали про подарки. Вот, ну, приходит свекровь в гости, дарит какой-то подарок, естественно, там, девушка не может отказаться, да, это ее там свекровь, она не может отказаться, сказать, заберите свой подарок, я его не приму. Да, вот, какие действия, что она должна сделать? Выбросить, она, свекровь потом придет, обнаружит, что подарка нет, будет скандал. Каким образом можно тогда нейтрализовать эту энергию? Вы знаете, есть один метод, причем он очень простой, но очень действенный. Это фраза, которую нужно говорить в то время, когда человек принимает подарки. Говорить нужно следующее, вещь беру, поклад оставляю. В таком случае все те не очень чистые намерения, с которыми пришла та или иная родственница, подруга, там, неважно, остаются с ней. И она так же уходит с ними, как и пришла. Ну, то есть, в принципе, в этом ничего плохого нет, потому что ее мысли и чувства – это ее чувства. Вы ничего плохого ей не желаете, а если к ней какие-то ее же чувства возвращаются бумерангом, то, значит, человек это заслужил. Спасибо, Роман, что пришли на наши передачи. Я надеюсь, что у нас будет еще много интересных тем для обсуждения. Я тоже надеюсь. И до новых встреч. До новых встреч, уважаемые телезрители. Смотрите наши следующие передачи. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова